Я благодарю всех, которые пришли на эту лекцию. Я думаю, что мы все будем благословлены тем, что мы услышим. И это поможет нам узнать себя лучше, узнать лучше законы Божьи, о том, как мы устроены, и, конечно, это применять в свою жизнь и иметь плоды. Я думаю, что сегодня у нас будет уникальный семинар, потому что у нас в гостях прекрасные женщины, уникальные дары Божьи, которые служат телу Иисуса Христа, которые высокого уровня профессионалы, имеют 20-летний опыт консультации с семьями. И я думаю, что те знания, которые они имеют, это послужит нам во благо и благословение. Эти женщины действительно призваны Богом служить вот в этом своем уникальном даре, давать знания другим людям именно в этой сфере, которая иногда не всегда так понятна для нас. Конечно, семья – это дар Божий, дети – это дар Божий, брак – это дар Божий, также сексуальность – это дар Божий. Но иногда мы с этим даром не имеем правильно его использовать или его разрушаем. И поэтому, зная законы Божьи, тоже в этой сфере, мы будем жить благословенней, уютней, ну, казак, лаба, лучше. И я хочу вас познакомить с тремя сестрами, которые сегодня у нас в гостях. Это Галина Масленникова, психотерапевт из Москвы, также консультант Европейского семейного института, и также Людмила Баракова, гинеколог, консультант Европейского семейного института из Санкт-Петербурга. И Диана Станько, которая здесь, в Латвии, руководит организацией «За жизнь». Поэтому, я думаю, мы немножко помолимся, чтобы пришел Дух Святой, руководил нашими прекрасными сестрами, что только Он знает на те вопросы, которые они должны ответить, чтобы мы получили ответ сегодня. Отец Небесный, мы благодарим за этот день, за эту встречу. Мы просим Тебя, Господь, благослови Галину, благослови Людмилу, благослови Диану. Господь, мы благодарим за эти дары прекрасные, которые Ты привел в нашу церковь. И мы просим Тебя, Господь, благослови их, укрепи их дух, укрепи их душу, укрепи их тела, защити их на их всех путях, благослови их в приход и в выход, Господь. Благослови обильно, сохрани, Господь. Мы призываем кровь Иисуса, чтобы они могли служить телу Иисуса Христа, приносить свет и знания. Господь, потому что из-за незнания гибнет Твой народ. И они те дары Твои, которые приносят эти знания, которые помогают устраивать семьи и отношения в семье. Мы благословим Тебя. И Дух Святой, пожалуйста, открой наш разум к уразумению, открой наши сердца к пониманию, чтобы те слова, которые они будут говорить, они пали добрую почву и приносили в нашей жизни, в наши семьи плоды. Во славу Тебя. Благодарю Тебя. Во имя Иисуса. Амин. Пожалуйста, поприветствуем Галину Масленникову. Хорошо, да. Хорошо. Слава Господу нашему. Рада приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Братья и сестры во Христе. Для меня большая честь быть в вашей церкви, в вашей общине и говорить для вас. Я очень благодарю вас за молитву. И полагаю, что говорить... Но я буду инструментом. Я отдаю свои мысли, чувства, язык, сердце Господу нашему. И говорить мы будем, наверное, о самом важном. О жизни, о любви, о семье. Не слышно, да? Сзади слышно. О жизни, о любви, о семье. Я прочитала сейчас объявления мужчины и женщины, какие темы там затронуты. Я постараюсь, потому что темы это бесконечные. О ней можно говорить очень много. И здесь, вот в этот ограниченный промежуток времени, очень важно сказать главное. Главное то, чтобы дало вам импульс искать дальше. Безусловно, что ответов на все вопросы в этой сфере мы дать не успеем. Но я думаю, что будет какой-то импульс, огонек. И этот огонек поведет вас дальше. И все остальное вы найдете сами. И вот тема, когда говорят о любви, упоминают все, что угодно. Но я бы хотела сказать главное, что мне сегодня кажется сказать о любви. Любовь – это то, что мы отдаем, а не то, что мы хотим получить. Потому что современный мир исказил все святые слова, святые символы. И прежде всего исказил понятие любви. Совершенно привычным стало выражение «заниматься любовью». Когда к любви это не имеет никакого отношения. «Я тебя люблю, а ты меня не хочешь». Очень часто можно услышать от молодых людей, вот они жалуются. Поэтому, что любовь путается с желанием. «Люблю» и «хочу» – они все время заменяют друг друга. «Хочу» – хочет вытеснить «люблю» из этого мира. «Хочу» – все притягивает к себе. И, в принципе, искажает вектор направления, куда направлена любовь. «Люблю» – это отдаем. Любить – это только отдавать. И думать о благе того, кого ты любишь. Потому что иногда любовь делает нас рабами, чья-нибудь любовь. Особенно часто мне приходится, как психотерапевта, наблюдать, как материнская любовь. Какой губительной силой является материнская любовь по отношению к своим, особенно взрослым детям. Даже к маленьким детям. Потому что дети даны нам на время. А многие воспринимают это как собственность. У нас стало совершенно нормальным выражение. Кто-то там… Человек имеет право иметь детей. Вот, напротив меня такой симпатичный молодой человек. Как вас зовут? Янис. Янис, ты хочешь, чтобы тебя кто-нибудь имел? Такое двусмысленное выражение. Вот именно. Я сразу увидела, что Янис этого не хочет. Кто хочет, чтобы его имели? Есть такие? Нет. Кто знает тех, кто хочет иметь детей? У вас есть такие знакомые, которые хотят иметь детей? У кого есть такие знакомые, которые хотят иметь детей? Да. Есть те, которые хотят иметь детей. И часто, по-моему, Господь не дает детей тем, кто хочет их иметь. Очень часто дети рождаются в неблагополучных семьях, казалось бы, там в нищете, но дети всегда рождаются от любви, а не от того, что их хотят иметь Часто рождаются там, где вроде бы о детях даже и не думали, думали, что мы просто вот встретились, разошлись и про детей не думаем И вдруг там появляются дети, потому что там их не хотели иметь Там была хоть искорка любви, я считаю, что всегда момент зачатия, он сопровождается любовью Бывает зачатие даже в таких трагических ситуациях, как насилие сексуальное И казалось бы, тут нет никакой любви, тут есть только насилие Это преступление, это, наверное, самое чудовищное, самое жестокое преступление по отношению к любви, к жизни, к человеку Потому что затрагивается самое сокровенное Но я убеждена в том, что даже насильник, он таким образом реализует свою жажду любви Он не знает, как по-другому это сделать Преступник, вор, бандит, убийца Это люди, которые ищут любви, но ищут ее не там и не могут ее найти Но даже вот я говорю о ситуации зачатия и рождения ребенка Даже если ребенок появляется в результате насилия, он появляется в результате жажды любви Которая заложена в каждом человеке Но не будем касаться сейчас вот таких вот патологических ситуаций Просто я эти примеры привожу для того, чтобы мы поняли, что без любви невозможно и не бывает ничего Еще я бы сказала несколько слов о любви с точки зрения языка Вот мы с вами, в принципе, каждый имеет свой язык в душе Потому что я считаю, что свой язык – это тот язык, на котором вы слышали песню своей мамы Когда были совсем маленькими Это родной язык Многие знают много языков и могут говорить на разных языках Но вот язык любви, он многогранный В русском языке есть только одно слово, обозначающее любовь Я не знаю, сколько слов в латышском языке Вот в польском языке есть три слова, обозначающие любовь В разных языках есть разные слова Иногда есть слова, которые вовсе любовь не обозначают Но вот у меня возникла такая ассоциация, что русское слово, или вообще в тех языках, где любовь означает одно слово, вот в этом слове сосредоточены оттенки, так же, как в свете. Мы видим белый свет, но, проходя через призму, он преломляется, и мы видим радугу, мы видим семь цветов. Мы знаем, что семь – это основа гармонии, семь нот, семь звуков. И вот любовь я сейчас попытаюсь рассказать именно, используя семь разных слов. Не все, практически все слова, которые я сейчас назову, вы слышали и знаете эти слова, но никогда не относили их к любви. Некоторые относили к любви, некоторые нет. Ну и начну, наверное, с первого. Я не знаю по значимости, но, может быть, так. Агапы. Такое слово, наверное, знакомо всем, да? То есть это любовь такая всеобъемлющая, жертвенная, вот та, о которой, как раз я говорю, что это только отдавать. Но очень легко любить весь белый свет, можно никого конкретно не любить. И поэтому вот Агапы – это скорее наше отношение с Богом, потому что Бог – это конкретная личность, которую мы не видим, но отношения с этой личностью, они превосходят все другие отношения человека. Есть еще одно слово филия. Многие тоже это слово слышали и знают. Это дружба. Она тоже имеет отношение к любви, потому что она уже делает наши отношения личностными. Есть еще такое слово людус. Не знаю, слышали его или нет, но это слово означает даже такое негативное – демонстративность, любовь к себе. Мы всегда воспринимаем демонстративность как нечто неприятное. Вот такой демонстративный человек, он любит только себя. Только себя, да, может быть, это нехорошо, но любить себя и показывать себя – ничего плохого в этом нет. В принципе, это заповедь любви, потому что Господь нам сказал, да, когда Иисуса Христа, помните, искушали и спрашивали Его, какая заповедь наиважнейшая, Он сказал – возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей и ближнего, как самого себя. И мы видим в этой заповеди три личности. А если мы Бога знаем как в трех личностях, то мы видим, что это тоже личностная любовь. Но откуда она начинается? Можно, конечно, начать с Бога, да, все начинается с Бога. Господи, я люблю Тебя, а Ты кто, ближний? Ой, подожди, мне некогда, я же с Богом разговариваю. Нужна моему Богу такая любовь? Я думаю, нет. А любовь к ближнему, если я себя ни во что не ставлю, себя не уважаю, то я и к ближнему буду точно так же относиться. Вот расшифровала для меня эту формулу любви моя младшая дочка, когда она была еще совсем маленькая, и только начинала входить в религиозную жизнь. Как-то я после больших неприятностей на работе вслух ругала себя. Ну, какими-то нехорошими словами, дура, идиотка, про себя говорила. Я вижу, мой дитё плачет. Я говорю, что ты плачешь, доченька? Ты меня не любишь. Я говорю, почему? Тебя-то я как раз люблю. Это я про себя сказала, а не про тебя. Нет, ты меня дурой назвала. Я говорю, это я про себя сказала. А тебе Бог что сказал? Возлюби ближнего, как самого себя. А я тебе что, не ближний? Я говорю, ты ближний. И я не дура. Я умница и красавица. И вот как начинаешь относиться к себе, так ты будешь относиться к ближним. И вот людус – это как раз, в общем-то, основа, наверное, смирения христианского. Осознать те дары, те таланты, которые мы получили от Бога. Можно признать их, потому что только признав и найдя в себе таланты, можно понять, что другой человек, который рядом, он наделен какими-то другими талантами, потому что нет двух одинаковых личностей. Но у него их не меньше, по крайней мере. То есть это тоже талантливая, уникальная личность. И где бы этот другой не был, или это мой начальник, на которого я смотрю снизу вверх, или это мой коллега-ровесник, на которых мы на равном, или этот человек, где-нибудь последний алкаш или наркоман, который валяется в канаве. Он обладает тем же самым достоинством и не меньшими талантами, чем я. Жизнь у него не сложилась, не смог он их открыть, но у него они есть. И вот когда мы относимся к другому человеку так, что в нем есть, по крайней мере, не меньше, чем во мне, а я уже открыла в себе свои таланты, тогда у нас начинаются нормальные отношения. Четвертый оттенок – слово «мания». Вы, наверное, тоже такое слово слышали. Слово «мания» у нас имеет некоторый совсем негативный оттенок – «маньяк». Ну что же это такое, что же это за любовь? Какое отношение вообще «мания» имеет к любви? А я думаю, самое прямое. Вот, да простит меня мой бог. Я думаю, он первый маньяк, потому что он сказал, не имей других богов, кроме меня. Вот. Не сотвори себе кумира. И вот это избирательная любовь, когда мы выбираем вот эту свою манию, эту личность, которой мы готовы отдать все. И вот первая личность, конечно, это наш бог. И когда мы говорим тоже о любви ко всему человечеству, можно никого не любить, можно декларировать, что я люблю всех, можно декларировать, что я люблю вас. Но я не могу ничего вам дать, поэтому моя любовь – это будет только декларация. А когда есть один человек, которому я реально могу отдать, тогда будет вот эта мания. И тогда мы видим, что семья вообще – это пространство маниакальной любви. Потому что здесь каждый из супругов безраздельно, полностью отдает себя одному, единственному человеку. Навсегда и больше никому. И вот эта вот маниакальность супружеской любви, она нормальная. Следующее слово, которое можно назвать – прагма. Слышали, наверное, тоже. Прагматичный человек. Тоже какой-то такой негативный оттенок, правда, что-то нам не нравится в этой прагматичности. Говорят, он прагматик. Я думаю, что это замечательно. Потому что здесь вот этим словом подчеркивается еще один оттенок любви. Ты мне, я тебе. У нас даже фильм был в советское время такой, где высмеивалась эта позиция – ты мне, я тебе. То есть это какая-то круговая порука. На самом деле вот мать Терезы из Калькуты, вот одно ее высказывание открыло для меня, во всяком случае, смысл этого слова – прагма, да, по отношению к любви. Она сказала, ты можешь то, чего не могу я. Я могу то, чего не можешь ты. И только вместе мы можем то, чего не может никто. И вот это ты мне, я тебе. Мы взаимно дополняем друг друга. И вот если мы смотрим на эту прагматическую сторону в семье, мы видим мужчину и женщину. Два совершенно противоположных существа. Вообще они как инопланетяне. Они сделаны из разного материала. Вы, наверное, об этом знаете, да? Библию все читаете. Мужчина сделан из праха земного, а женщина – из человека. Это разный материал, разное исходное сырье. И поэтому они не могут быть одинаковыми. Одинаковые они в единственном – в достоинстве. Достоинство, потому что и мужчина, и женщина несет в себе достоинство образа Божьего. Но и мужчина, и женщина имеют совершенно отличительные признаки, черты отношения к пространству, ко времени, к оценке тех или иных событий. И именно разница, осознание этой разницы делает союз мужчины и женщины гармоничным. Современный мир стирает эти границы. И вот сейчас такое популярное понятие, как унисекс. Мода такая, да? То есть получается, что стирается грань, и получается, что не он и она, а какое-то среднее оно. Но когда это оно само по себе, и то ему плохо, потому что Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. А когда два оно создают супружеский союз, может из этого что-то выйти. Когда у этих двух оно рождается ребенок, ребенок не может найти, кто же он. И тоже становится вот этим бесполым существом среднего рода. И фактически сейчас мы имеем дело, ну уже не одно поколение, которое выросло, потеряв свою идентификацию. Кто я? На самом деле мужчина или женщина? Чем моя задача? Женщина отличается от задачи мужчины. Что могу я, и что может он? И поэтому вот прагма – это как раз разница. Я думаю, о разнице у нас еще немножко я отдельно поговорю, потому что эта тема как раз записана у вас как основная. Потому что вы уже понимаете, что сейчас я говорю только штрихи. О каждом из этих штрихов можно говорить очень долго. И вы харизматике, у вас есть только зацепочка, дальше вы из этого раскрутите то, чего еще никто не знает. А я пока скажу, значит, еще сколько это я назвала, прагма, пять назвала, да? Есть еще одно слово «сторга», оно у нас не очень как бы привязано к чему-то, но это детско-родительские отношения. Сторге. Сторге, если вы записываете. Детско-родительские отношения. А вообще говоря, это заповедь. Почитай родителей своих. Почитай отца и мать свою. Потому что все эти… Потому что вообще десять заповедей – это же тоже заповеди любви. Только это развернутая заповедь, с которой мы начали. Почитай родителей своих. И человек, каждый человек, он бывает в разных состояниях. Где-то он отец, да? Вот в своем семействе он отец. Где-то он сын, если он пришел в гости к своему отцу. Вот. И ему хочется быть и тем, и другим. Трудно переключиться и стать, например, только отцом. Потому что даже взрослый, умудренный опытом отец, он иногда нуждается в том, чтобы о нем позаботились, как о ребенке. И ребенок… Вы знаете, как дети любят играть во взрослых. Им приятно быть детьми, потому что ребенка можно ни за что не отвечать. Но как они любят поиграть во взрослых. В кого они только не играют. И чаще всего они играют в маму, папу. Помните, наверное, дочки матери. Сейчас все реже и реже, кстати, играют в маму и папу. Сейчас скорее играют в космонавтов. А еще хуже в менеджеров. Ну, не хуже. Ну, то есть, вот уже дети начинают только вот на таком уровне. Натурального обмена, я бы сказала, а не обмена именно личностного. И вот в супружестве это тоже имеет очень большое значение. Муж и жена, они… Во-первых, мы уже сказали, что это совершенно два разных существа. Во-вторых, каждый из них имеет свою зону ответственности, свою работу. Даже если жена сидит дома, многим кажется, что она не работает. Работа дома – это самая тяжелая работа. Работа по воспитанию детей – это самая тяжелая и самая ответственная работа. Потому что от этой работы зависит наше с вами будущее. И устав от этой нагрузки, конечно, женщине иногда хочется побыть маленькой девочкой. И тогда муж может стать ей отцом. То есть, вот тут вот взаимозаменяемость такая. Точно так же мужчина, потому что он решает важные государственные дела. Иногда он несет на себе груз ответственности за семью. И когда-то ему нужно просто расслабиться и стать маленьким ребенком. И вот хорошо, если это у них чередуется, когда есть кто-то взрослый, а когда кто-то ребенок. Но часто в семье приходится видеть, что оба находятся сейчас в фазе ребенка и не хотят из нее выходить. И обижаются, потому что они не находят взрослого. И эту ситуацию тоже важно уметь распознать и в своих отношениях. То есть, если затянулся конфликт, посмотреть, кто из нас взрослый, кто ребенок. И вот в затянувшемся конфликте каждый может взять на себя функцию взрослого. Кто это осознает. Точно так же по отношению к детям. Мы не можем быть все время только родителями. То есть, те, которые стоят сверху, куда-то там посылают, чему-то учат. По отношению к детям тоже иногда можно быть ребенком. Чтобы воспитывать у них родительские чувства. Например, помоги маме. Если ребенок помогает маме, он становится уже функцией старшего по отношению к маме. И ребенок, который, например, провожает папу на работу, говорит, папа, ты не забыл шарфик? Это уже тоже его взрослое чувство. И вот нужно учиться вот этой форме любви. То есть, перетекать из одного состояния в другое. И смотреть, не затянулась ли моя взрослость и не затянулась ли моя детскость. Потому что иногда, особенно женщинам это свойственно. Она встанет в позицию взрослого и стоит, и с места ее не сдвинешь. И мужем она командует, и на работе она директор, и детьми она командует. И ей уже просто невозможно представить себя на уровне ребенка. Как только она встает в свою позицию, она теряет свою женственность. То есть, если она надолго задерживается в этой позиции, происходит самое неприятное. Женщина теряет свою женственность. У нее происходят даже гормональные изменения. Потому что все же связано, наша женственность обусловлена уровнем гормонов женственности в нашем теле. Если мы свою женственность подавляем, гормоны замещаются. Зачем ей женские гормоны? Ей надо мужских как можно больше сейчас вырабатывать. Точно так же мужчина, который задерживается в детстве, отказывается от ответственности. Он тоже производит вот такое гормональное замещение. И у него вместо мужских гормонов появляются женские. И начинает демонстрировать уже вот такое женское поведение. Мы много раз, наверное, имели возможность наблюдать. Мужчина, который ведет себя как женщина. Ну и еще один оттенок, последний. Это будет эрос. Это седьмой будет, да? Эрос. Эрос – это слово, которое знают все. И вот всю вот эту многогранную любовь пытаются впихнуть только в один эрос. То есть вот что делает современный мир? Любовь ассоциируется только с этой сферой человеческих взаимоотношений. Эрос – это замечательно. Эрос – это тело. Потому что человек – существо неодномерное. Как нас учит материалистическая антропология, философия, медицина. Да, во всяком случае, тут сидят уже молодые. Но наше поколение выросло на материалистическом мировоззрении. Я, кстати, встретилась с Богом, когда сдавала диалектический материализм. В частности, я споткнулась на научном атеизме. На научном атеизме Иисус Христос просто пришел, и вот я с тех пор с ним. То есть он может найти человека где угодно. И вот в этом материалистическом мировоззрении человек – это одномерное существо. То есть это тело. Это только тело. И человек – это, в общем-то, ненасытный рот, желудок, который нужно все время чем-то напихивать. И вот такое восприятие человека, в принципе, сейчас образ человека такой, он находится в массовом сознании, он доминирует в массовом сознании. И отсюда появляются идеи, какие потребности у человека. То есть только телесные потребности у человека. А эрос – это неотъемлемая часть человека, но это только одна из грани. И вот мы сейчас перечислили эти грани, телесные, потому что мы знаем, да, трехмерность христианской антропологии – это бессмертная душа, тело и дух животворящий. И вот если мы все время помним о своей трехмерности, тогда мы не будем концентрироваться на чем-то одном. Любое выделение какой-то одной из грани, оно непременно приводит к патологии, вплоть до патологии по ассоциации с раковой опухолью. Потому что только какая-то одна клетка берет на себя все функции и начинает расти. Кто-то может взять на себя только духовность, сказать, что все телесное меня не интересует. Кто-то возьмет только душевность, все остальное он не видит и не замечает. Но когда мы научимся в реальной жизни, не теоретически в наших докладах, ну и вообще понимать эту трехмерность, а в практической жизни, тогда мы к Эросу будем относиться совершенно по-другому. То есть это одна из граней. Это тело, которое создал Господь. И вы знаете, что, наверное, нет некрасивых тел, некрасивых людей. Вы же помните акт творения? Когда Господь творил, после каждого дня творения, Он любовался своим творением и говорил, это хорошо весьма. Да? Вот. И поэтому человек – это уникальное творение. Это даже больше, наверное, чем моря и океаны. Это больше, чем леса и горы. Это уникальное творение. И сотворив, например, Яниса, Господь сказал, это хорошо весьма. И сейчас любуется своим творением. И поэтому, когда мы замечаем, что есть люди красивые и некрасивые, ну мы просто не замечаем того, что это творение Господа. Оно не может быть некрасивым. Вот. Просто красота – это понятие очень субъективное. Особенно вот красота мужчины и женщины. Вот эта женщина, она может быть красива для одного единственного мужчины. Весь остальной мир может считать ее некрасивой. Она не влезает в стандарты, там, 90-90 на 90. Да? У нее может быть там 160-160-160, где будем делать талию. Но именно эта женщина является единственной красавицей для того, кому она предназначена. Но современный мир пытается и тело наше втиснуть в какие-то рамки, да? То есть в какие-то вешалки, на которые удобно шить стандартную одежду, которые удобно укладывать в какие-то стандартные рамы. Но тело любого человека в любом возрасте, оно достойно восхищения. Но есть части тела, сокровенные, которые не предназначены для восхищения широкой публики. Поэтому у нас есть и одежда, чтобы оставить то, что предназначено для восхищения одного единственного человека, и сокрыть это для остальных. Особенно это важно для мужчин. Я помню, один молодой мужчина, тоже один из моих клиентов, он говорит, я теперь не знаю вообще, женюсь я когда-нибудь или нет. Я хочу, чтобы женщина была тайной. А я выхожу на улицу, и я вижу голые попы, груди. Вот. У меня теперь пропали. У меня обокрали, он говорит. У меня украли тайну. Я хочу, чтобы женщины ходили закрытые. Вот. И говорит, если я когда-нибудь оженюсь, то, может быть, на девушке, которая в паранже. Потому что мне хочется самому открыть эту тайну, а не получить ее вот в таком готовом виде. И здесь мы тоже можем и о себе подумать, и о своих детях. И особенно, когда обнажается вот репродуктивная часть. Ведь что обнажают женщины? Они обнажают самое сокровенное место, предназначенное для продолжения жизни. И тем самым создают проблемы. Может быть, потом наш доктор Милый расскажет о тех проблемах. Собственно, вот много проблем бесплодия, которая сейчас является одной из таких широко обсуждаемых. Я не скажу, что она реально существует, но она широко обсуждается. Является именно то, что вот девочки ходят с голыми попочками, к сожалению. Ну и вот еще, если говорить об РС, то тут я перейду, наверное, к теме сексуальность. И немножко скажу о человеческой сексуальности. О человеческой сексуальности. Какие функции у человеческой сексуальности, как вы думаете? Ну, немножко переключитесь, потому что вы слушаете, слушаете, а теперь подумайте. Какие функции могут быть у человеческой сексуальности? Какие? Удовлетворение. Замечательно. Дето рождение. Две назвали. Ну, дето рождение, продолжение рода, это можно считать одна функция, да? Вот. Что еще вы можете назвать? Эмоциональная близость. Эмоциональная близость, совершенно верно, да. Ну, привлекательность можно отнести к эмоциональной близости, потому что это... Что? Но это тоже эмоциональное свойство, да? Видите, мы наполняем просто, потому что сама по себе эмоциональная составляющая, она тоже многогранная. Ну, и еще есть одна функция, мы ее пока не назвали, но давайте попытаемся сейчас эту функцию обнаружить неожиданным образом. Вы знаете, что гомосексуализм и вот движение гомосексуалистов, права гомосексуалистов тоже сейчас широко обсуждаются. Но обратите внимание на их требования. У них, может быть, есть эмоциональная составляющая удовлетворения, желания у них есть, да? У них очень сильная эмоциональная составляющая. Мне приходилось работать с гомосексуалистами, и меня всегда поражала их. Эмоциональная окраска их чувств, насколько они чувствительны вообще ко всему. Это у них есть. Но что же они требуют? Каких прав? Ведь сейчас их никто не притесняет, никто их никуда не загоняет. Ну, нравится же, видите так. Но они почему-то требуют официальной регистрации браков. И почему-то они требуют права на усыновление. То есть две функции человеческой сексуальности не реализуются в их отношениях. Значит, про деторождение мы уже сказали. А почему они требуют официальной регистрации? Какая разница, им зарегистрируют их или нет? Подтверждение. Социальное подтверждение, социализация. И вот социальная функция человеческой сексуальности для человека является очень важным. Но современный мир редуцирует человеческую сексуальность до сексуальности животного мира. У них этого нет. В животном мире есть только одна функция – репродуктивная. Ну, я бы сказала, такая движущая сила – это репродуктивная. Но для того, чтобы эта функция выполнялась, им дано тоже какое-то удовольствие. То есть две функции – репродуктивная и удовольствие. И вот современный мир сейчас свел человеческую сексуальность, которую мы сейчас описали в четырех хотя бы аспектах. Он свел ее к сексуальности животного мира. То есть только продолжение рода и удовольствие. Но и это показалось много. То есть у животных две закреплены нашими социальными нормами. А у человека отнимают репродуктивную функцию. И хотят от сексуальности оставить одно удовольствие. То есть сексуальность без продолжения рода. Как только начинается сексуальность без продолжения рода, вот тот аппарат, который отвечает за продолжение рода, выключает сексуальность. Зачем она нужна? Потому что сексуальность является… То есть удовольствие при этом является наградой, наверное, Господа Бога, который он задумал, может быть, еще в акте творения, для того, чтобы человек участвовал в тайне продолжения рода, для того, чтобы он был сотворцом, для того, чтобы это продолжалось. Я вот сейчас вспомнила мое любимое стихотворение литовского поэта Бултрушетиса. Он сказал, «Божий мир еще не создан, не достроен Божий храм, только серый камень роздан, только мощь дарую вам». И Господь сказал, «Сотворим», да? То есть сотворим можно отнести к Святой Троице, но можно отнести к предложению каждому из нас. Мы вместе продолжаем еще творить Божий мир. И человек призван к участию в этом творении. Не достроен Божий храм. А Божий храм – это еще и тело человека. И мы продолжаем его творить. И вот мы приглашены к участию в творении этого Божьего тела. Итак, Бог соединил человеческую сексуальность и продолжение рода. Мир разделяет сексуальность и продолжение рода. Хочется удовольствия без продолжения рода, а потом продолжение рода без сексуальности. Искусственное оплодотворение, клонирование и вот те технологии, которые сейчас являются предметом такого очень мощного обсуждения. Хорошо это или плохо? Хорошо это или плохо? Для того, кто признает, кто не имеет других богов, да, вот как мы говорили, кроме Господа нашего, которого мы все любим и слушаемся, для того, может быть, нет никаких проблем. А для нас это нарушение. То есть как только мы сознательно, добровольно и сознательно разделяем то, что соединил Бог, мы остаемся один на один с этим миром. И ждать какой-то благодати абсолютно невозможно. Что делает мир для того, чтобы разделить это? Ну, предохраняется. Любая женщина, которая хоть раз была у гинеколога, первый вопрос, который ей задают, как вы предохраняетесь? Слышали, женщины, такой вопрос? Что? Слышали, да, такой вопрос? Как вы предохраняетесь? Если женщина беременная на приеме у гинеколога, вопрос, который она слышит, будем оставлять? Или как? И вот, не знаю, миллионы детей пришли на свет после того, как услышали это зловещее или как? Да, вот представьте себе, вы сидите в лифте, он застрял между этажами. И там стоят неизвестные лица и обсуждают, ну что, зарежем или как? Как долго вы будете помнить это состояние, это приключение вашей жизни? И вот те люди, которые сейчас населяют нашу планету, нашу европейскую, можно сказать, территорию, они в большинстве прошли через это или как. Как вы будете потом реагировать? То есть это же страх, это такая эмоция, которую испытали там еще. Он будет обязательно реализовываться, то есть он будет реализовываться в агрессии уже взрослого человека, в агрессии, которая заложена вот этим или как. И единственное, что может снять эту агрессию, безусловно, вот та любовь, о которой мы говорим, семья, пространство любви. Пространство любви, в котором на первом месте будет Бог. Тогда это или как можно как-то скомпенсировать. Потому что через это или как прошли даже дети тех родителей, у которых такого вопроса не было и не могло быть. Но они слышали этот вопрос в своей жизни. Ну и вот возвращаясь к человеческой сексуальности, я теперь постараюсь вот эти функции назвать. Вы их уже в принципе назвали, но теперь мы просто подведем итог. Это репродуктивная функция, это социальная функция, это эмоциональная функция, это функция удовольствия. Вычеркнув какую-либо из этих функций, мы получаем не целостную человеческую сексуальность, а какой-то огрызок. Представьте себе, что целостно – это плод. Ну пусть это будет яблоко, да? А что-нибудь изъяв, мы получаем уже огрызок. Например, сексуальность без продолжения рода – огрызок. Сексуальность без социализации. Если я говорила, что гомосексуалисты требуют права на заключение брака, то гетеросексуалисты, то есть мужчины и женщины, которые хотят жить вместе, они вообще отстаивают право жить без брака. Зачем нам штамп в паспорте? То есть это стало настолько модным вообще штампом. То есть они уже себе поставили штамп не в паспорте, а в мозгах. Они этот штамп перенесли из паспорта в свои мозги. Потому что штамп в паспорте – это безопасность. Прежде всего, безопасность детей, которые могут родиться от союза мужчины и женщины. Это и материальная безопасность, юридическая безопасность. То есть это его защита. Значит, если нам не нужен штамп в паспорте, прежде всего, это вычеркивается и репродуктивная функция. То есть вычеркиваю вот эту социальную функцию – репродуктивная. Потому что, в принципе, вот эти пробные браки, или как у нас они называются, гражданские браки. У вас тоже, наверное, есть такое понятие – гражданские браки. Вот это такая уродливая форма взаимоотношений мужчины и женщины. Я могу сказать, что мужчины и женщины к этому браку, если его можно назвать браком, относятся по-разному. Все женщины, которые состоят в таких отношениях, они говорят, что они замужем. Все мужчины, которые состоят в таких отношениях, говорят, что они холостые. И вот когда в России была перепись населения, оказалось, что у нас холостых мужчин в три раза больше, чем женатых женщин. То есть вот эта диспропорция, она обнаружилась. И я как психотерапевт тоже это вижу, что все мужчины холостые. И почему они обращаются к психотерапевту чаще всего? Потому что они встретили, наконец, настоящую любовь. И они говорят, ну помогите вот этой девушке, значит, сейчас принять то, что я встретил свою настоящую любовь, и мы должны расстаться. А она вцепилась в меня, как кошка, и не отпускает. Она же сама согласилась на эти отношения. Женщина, которая соглашается на такие отношения, соглашается из страха. Думает, что если я на это не соглашусь, то я его вообще потеряю. А если соглашусь, он меня полюбит и останется. Полюбит, но не останется, потому что мужчина полигамный. Он может любить и ее, и еще там несколько девушек. Потому что аж там в паспорте, как бы то ни было, он создает все-таки моногамность отношений. Потому что дальше это уже называется совершенно по-другому. Это уже будет супружеская измена. А так это все свободные отношения. И мужчина просит помочь этой девушке. Значит, приходит эта девушка. Ну, я, естественно, всегда никогда не отказываю в помощи никому. Больше того, я им открою тайну. Меня знают в Москве, как ту, которая помогает в разводах и в абортах. Ну, потому что люди, которые решились на это, они действительно нуждаются в помощи. Если я буду декларировать, что я против, кто пойдет ко мне, кто принял такое решение? А если я говорю, что я помогаю, вот ко мне как раз идут те, кто собирается разводиться, и те, кто хочет делать аборт. И они получают реальную помощь, потому что они действительно нуждаются в помощи. Но могу сказать, что вот за последние годы, когда я стала давать себе такую рекламу, еще никто не развелся, те, кто обращались за помощью, еще никто не сделал аборт. Девушка говорит, ну как же, я вот с ним прожила там 7 лет, в общем-то, отдала ему значительную часть своей жизни. Теперь я уже не такого товарного вида. Она что же себя воспринимает как товар? Кто же меня теперь возьмет? Что же мне теперь одной жить? А его это не волнует, ты же сама согласилась. То есть вот это такая трагедия, которую никто не видит. И тем не менее, особенно когда очень часто сейчас пишут везде, по телевидению показывают какие-нибудь истории жизни звезд. Это же постоянное перепрыгивание из койки в койку в свободных отношениях. И это становится нормой для молодых людей, потому что они подражают звездам. Становитесь звездами, которым будут подражать молодые люди. Я думаю, у вас есть для этого все данные. Вот это ваша харизма звездная. Тогда будут подражать вам. Собственно, вот это социальная функция. Ну и кроме того, мы знаем, что социальное положение всегда проверяется браком. Например, любая анкета при выезде за границу, при устройстве на работу. Женат, замужем, холост. Это всегда дает определенные баллы. То есть, если у человека стабильное семейное положение при приеме на работу, при получении каких-либо рекомендаций. Ну вот это, наверное, сколько мне времени осталось сказать, потому что я не смотрю на часы. Я знаю, что время ограничено, а я могу говорить для бесконечности, потому что темы такие. Скажи, сколько я просто тогда посмотрю, что я еще успею сказать. Скажите, сколько вы мне еще отпускаете? Как получится? Ну хорошо, значит, вот мы посмотрели на все эти оттенки человеческой сексуальности. Я думаю, что если будут вопросы, у нас еще будет время ответить на вопросы. И тогда, может быть, я скажу то, что сейчас сюда не вложила, потому что эта тема очень большая, вот человеческая сексуальность. Но о ней мне еще вот что хочется сказать. Об удовольствии. Ну, во-первых, я уже подчеркнула, что удовольствие – это награда Господа за участие в продолжении рода. Это одна часть удовольствия. Кроме того, удовольствие, оно бывает разное. Удовольствие, потому что у человека, вот в отличие от животного, есть как бы рефлекторная сфера, то есть там, где есть только рефлексы, да? И есть, ну, какие-то инстинкты и рефлексы. И вот удовольствие на уровне рефлексов и инстинктов – это какая-то мгновенная механическая разрядка, это мгновенное удовольствие, которое как пришло, так и ушло быстро. Если это удовольствие не сопровождается актом продолжения рода, то оно перестает быть удовольствием. Рано или поздно оно перестает быть удовольствием. И вы, наверное, слышали, у вас тоже есть рекламы всевозможных средств для возвращения функций, мужских функций и возвращения желания у женщины. Все средства абсолютно бесполезны до тех пор, пока не будет восстановлена идея человеческого продолжения рода. Итак, это рефлекторная, инстинктивная зона. Но у человека есть еще психоэмоциональная сфера, да, вот о которой мы говорили, то есть это и человеческая потребность. Собственно, главная человеческая потребность – это потребность в Боге. А потребность в Боге в нас реализуется как потребность в любви, любить и быть любимым. И эта потребность, она связана с оценкой. То есть человеку очень важно быть для кого-то значимым, быть для кого-то нужным. И вот эта психоэмоциональная сфера в человеческой сексуальности, она очень важная. Вот это уже выходит за рамки животного, потому что им все равно быть кому-то нужным. Сейчас на минуточку получил удовольствие, разбежались. А для человека важно быть кому-то нужным. Но у человека есть еще кора головного мозга. И у него есть способность, то есть это третья как бы зона восприятий человека. И на психоэмоциональном уровне мы тоже получаем удовольствие, но уже для души скорее. То есть сначала это чисто для тела, механическая разрядка, потом психоэмоциональная сфера для души. И вот высшая сфера нервной деятельности человека и вот сексуальность дает тут пищу уже на более высоком уровне. И только человек способен преобразовывать сексуальные импульсы, потому что они есть как у животного, так и у человека, преобразовывать высшую сферу. То есть желание возникает особенно у мужчин. У нормального мужчины при виде красивой женщины так или иначе возникает какой-то импульс. И только мужчина зрелый, сознательный может этот импульс преобразовать, например, в восторг. То есть это называется сублимацией чувств. Он из какого-то примитивного импульса делает возвышенное чувство. Влечение, да, тоже нормальное чувство. Оно и возникает и у мужчин, и у женщин. Потому что если бы не было этого влечения, то, наверное, пары и не соединялись бы, и не образовывали бы семьи. Оно может быть преобразовано в умиление. И вот это может только человек, но не каждый. И я вот все время в связи с этим люблю приводить один пример тоже из своей практики, когда мне приходилось работать с мальчиками где-то 14-16 лет. И что-то мы говорили о целомудрии. Выходит один мальчик такой, симпатичный очень, говорит, что вы мне тут рассказываете про целомудрия? Я же, говорит, мужчина, взрослый. Я говорю, сколько тебе лет? Он говорит, 16. Ну, я говорю, я очень уважаю твой взрослый. 16 лет – это действительно возраст мужа, а не мальчика. Ну и вот. А что же вы хотите, чтобы я со своей девчонкой за ручку ходила? Я ведь все могу. Да. Я говорю, то, что можешь ты, может любой кобель на улице. А можешь ли ты управлять тем, что ты можешь? В зале у меня было человек 600, наверное, из всех ремесленных училищ. Это еще в советское время. Собрали из всех ремесленных училищ на какой-то праздник, им нужно было лекцию про любовь прочитать. И вот весь этот зал, эти 600 мальчиков, у-у-у, такой вой стоял. Можешь ли ты управлять тем, что ты можешь? Вот только человек может управлять, животное управлять не может. И вот этот инстинкт, импульс, он делает нас рабами. Но способность управлять, то есть наша высшая сфера, делает нас свободными. Как только мы справились со своим желанием, со своим импульсом, мы стали свободными. Рабами нас делает и желание, и вот слово, да, я вот сейчас много говорю, я вспомнила, когда мы еще попадаем в рабство. Слово, которое не сказано, я хозяин его. Как только я что-то сказала, значит, это слово становится моим хозяином, и я попадаю в рабство. Скажите, кому-нибудь из вас приходилось жалеть о сказанном? Приходилось. А кому-нибудь из вас приходилось жалеть о молчании? О том, что не сказали? Тоже приходилось, но уже меньше, да? Гул меньше. На самом деле, если мы где-то смолчали, ну, молчание тоже может быть предательством, может быть, чем угодно, потому что иногда молчание является словом. Да, потому что можно сказать молча. Ну, например, проголосуем, ну, за какую-нибудь хорошую идею. Те, кто промолчал, они сказали свое слово. Они сказали свое слово молча. Но я говорю именно о том, что вот выразить свое мнение. И вот молчание, оказывается, это самая важная функция для женщины, потому что женщинам труднее молчать, чем мужчинам. Мужчины, они от природы. Ну, у них есть для этого просто биологические, физиологические механизмы для того, чтобы сдерживать свой язык. У женщин такого механизма нет. И чем женщина старше, тем способность молчать у нее меньше. Знаете, какой первый признак старения женщины? Болтливость. Женщины стараются омолаживаться всякими способами. Они идут к косметологам, делают там натяжку, красятся, мажутся, как мило, 3 килограмма штукатурки наложат, чтобы выглядеть моложе. Моложе выглядят женщины, которые умеют молчать. Особенно молчать в присутствии мужчины. И особенно молчать, когда говорит муж. Вот это высший пилотаж для женщины. Молчать, когда говорит муж. Вот, ну тут мужья вот есть такие, у которых жены соответствуют высшему пилотажу. У тебя такая жена, да? Умеет молодец, такой молодой. Поприветствую. Потому что у мужчин и у женщин, у них совершенно разное, вообще я уже говорила, что разные отношения ко времени, к пространству и к слову. Женщина может параллельно говорить, думать, стирать, писать, смотреть телевизор. У нее вообще все устроено параллельно. Мужчина все делает последовательно. И вот почему важно молчать. Это значит дать возможность мужчине сделать свое дело. Ну иногда это дело, выраженное в словах. Если женщина его перебивает, вот эта недосказанная мысль становится потом источником фрустрации и потом она может стать источником конфликта. Его один раз перебили, два раза перебили. Когда он в 25 раз начал говорить то, что он пытался сказать, а не сказал, жена, конечно, говорит, я это все уже знаю. Тем более она с первого раза уже продумала все, что он может сказать. У нее уже тысячи вариантов в голове. А у него одна единственная несказанная мысль. То есть мужчине нужно доводить все до конца. Женщины отреагировали. Сейчас, наверное, все пойдут дома и будут слушать, чтобы мужчина высказался. То есть ему нужно довести до конца свою мысль. Ему нужно довести до конца любое начатое дело. Женщина может бросить на полдороги и сказать, да, это так. Попробовала и хватит. Но если мужчина себя начинает так вести, значит, у него тоже происходит какое-то замещение, искажение его мужской природы. Вот мужчина, который в чистом виде мужчина, он доводит до конца то, что он начинает. Любое начатое дело он доводит до конца. Это уже больше информации для мужчин. Так что вот если что-то начали и бросили, это ваш, ну, немножко до женщины. Не то, что унижает. Я не скажу, что женская природа унижает мужчину, потому что у нас есть, и у мужчины есть женские гормоны, и у женщин есть мужские гормоны, но есть все время какое-то равновесие. И вот важно только поддерживать свое естество. И поэтому, когда мужчина изменяет своему естеству, ну, это хуже тоже для него. Точно так же, когда женщина изменяет своему естеству. Что еще важно для мужчины? Для мужчины очень важно самому принимать решение и доводить до конца дело продолжения рода. То есть это уже касается самой интимной сферы. Что происходит в большинстве семей? Опять я говорю как практик, потому что я больше практик. У меня очень большое число семей. Вот в последние годы у меня около 300 семей за год проходят. И все проблемы, на которые жалуются, они, в принципе, очень похожи. Вот сейчас за годы своей практики я уже вижу, что все несчастные семьи несчастны одинаково, а каждая счастливая строит свое счастье по-своему. Тут я не согласна с уважаемым графом Львом Николаевичем, который сказал наоборот, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная несчастна по-своему. Вот это несчастье начинается очень часто, когда мужчина не доделывает самого важного дела в интимных отношениях со своей женой и прерывается или на прерванный половой акт, или на то, чтобы надеть презерватив. Значит, он не заканчивает начатого дела, потому что дальше это уже не он. Значит, если говорить про прерванный половой акт, значит, мы тоже знаем Библию, мы знаем грех Анана, который не хотел, дать семени, жене брата своего, и Бог наказал его за это смертью. Но этот грех сейчас является, наверное, массовым явлением в наших семьях, потому что мы тоже на наших консультациях касаемся вопроса, как вы предохраняетесь. А естественно, мой муж знает, когда остановиться. Или мужчина с гордостью говорит, я контролирую ситуацию. называют это естественным. Презерватив, он полностью прерывает этот процесс, потому что дальше они уже встречаются не вдвоем, а втроем, потому что появляется третий лишний в отношениях. опять же, семья изливается уже не на землю, а в помойку. И какие там дальше будут отношения с Богом, с Творцом, это уже в зоне ответственности каждого человека. Но я хочу сказать, что будет происходить с мужчиной, который соглашается на такое репродуктивное поведение. Я не буду говорить сколько раз в неделю или в месяц, но супружеская пара репродуктивного возраста встречается довольно часто. И если они встречаются регулярно в таком формате, то у него регулярно недоделаны и самые важные дела. И вот эти недоделанные хвосты, они мешают ему, они мешают ему строить бизнес, если он бизнесмен, строить отношения, если его деятельность связана с отношениями. И в то же время строить свою семью. Потому что недоделав одного, он не может делать другого. Мы уже сказали, что мужчина, он последовательный. И вот мужчины с накопившимися не сделанными делами, они не успешны, как правило, в большом. Что считать успехом? Многие считают, что вот если я заработал миллион, я успешный. Но не в миллионе счастья, потому что лишние деньги, лишние хлопоты. Может быть, заработав миллион, он себе такую головную боль заработал. Не видела я счастливых, по-настоящему счастливых людей, мужчин, которые пользуются вот этими средствами. Значит, мы уже говорим, что доводить до конца. Теперь я упомянула функцию контроля. Мужчины – это существо человеческое, которое не выносит контроля ни в каком виде, в том числе и самоконтроля. Вот здесь вот мы упомянули, что мужчина должен контролировать самую ответственную часть своей жизни. Тут он, по крайней мере, ни на кого не злится, но у него функцию контролера часто исполняет женщина. Сначала мама, потом жена, потом в школе у нас, там или где-нибудь, в детском садике, воспиталка, училка. Мужчина все время находится под прессом контроля. Под прессом контроля деформируется мужская природа. И она начинает деформироваться от властной мамы, которая присваивает себе право на ребенка, которая имеет своего ребенка. Потом этот прессинг усиливается в детском саду, когда здесь не сиди, туда не ходи. Потом в школе, когда пиши так, как пишет, например, Маша, или решай задачки так, как их решает Саша. А может быть, это мальчик или девочка по-другому пишут и по-другому решают. Это особенно опасно для мальчиков, этот контроль. Потом он женится, и появляется жена со своими вопросами, где был, что делал, где зарплата. Вот этот классический набор, он просто уничтожает мужскую природу. Но трудно найти женщину, которая не использовала бы хоть что-нибудь из этого набора, убивающего мужчину. Где был, что делал, где зарплата. Мужчина не выносит контроля ни в каком виде. Женщина всегда может узнать, где он был, но другими способами. Не буду сейчас говорить, какими. Значит, я только хочу сказать, сказать, да, сказать, сказать, какими. Ну, хорошо скажу. Такой примитивный какой-нибудь пример, а дальше ваша фантазия вам подскажет. Вот. Потому что женщина может все. Вы же помните в раю вот змей к кому подошел? К мужчине или к женщине? К женщине он подошел. Почему? Потому что женщина обладает одним преимуществом. Она обладает, вообще говоря, реальной властью над мужчиной. Реальной властью. Она обладает силой влияния на него, силой воздействия. Но это зависит естественно от ее поведения и от фазы ее цикла. О фазах цикла может быть вам мило немножко больше скажет. Потому что одна и та же женщина, например, в течение одного цикла, она меняется ну вот для ненаблюдательного человека четыре раза. И змей наверняка знал, в какой фазе цикла к ней подойти. Потому что бывает такая фаза, когда женщина не может отказать. И бывает такая фаза, когда мужчина не может отказать женщине. И если женщина это знает, она ну может этим пользоваться во благо или во зло. Это инструмент. Нож тоже инструмент. Можно отрезать кусок хлеба и дать ближнему, можно воткнуть его в спину ближнему. Так вот, змей подошел к женщине и дал ей съесть запретный плод. Только тогда он был уверен, что она даст это мужу. Если бы он подошел к Адаму и дал ему этот плод, то Адам, малообразованный по тем временам человек, он не знал, как подойти к женщине. И вообще она могла сказать нет, не хочу. И никакая сила не заставит женщину. Никакая сила не заставит женщину сделать то, чего она не хочет. Но женщины, они обладают вот этой силой воздействия на мужчину. Потому что мужчины существа слабые. Их вообще надо беречь, любить, лелеять, холить. И если женщина хочет узнать, где он был, я все-таки пытаюсь ответить на этот вопрос, но немножко с такой предысторией. Она может быть просто женщиной и рассказать ему, не задавать ему вопросов, а рассказать ему о своих чувствах. «Я скучала. Мне тебя очень не хватало. Лучше не говорить «я волновалась» за тебя». То есть тут нужно говорить какие-то позитивные. Потому что мужчины плохо реагируют на слова «я волновалась». «Чего ты волновалась?» Я знаю мое дело, где я бываю. Но если она говорит о том, как она его любит и как она его ждет, и говорит что-то позитивное, то он сам сядет и тихонечко расскажет, где он был. Если ей нужно это знать. Потому что иногда мужчина может бывать в таких местах и делать такие дела, о которых женщинам знать совершенно не обязательно. Тогда не надо приставать. Но даже если он, идя домой, хотел вам рассказать, где он был, наткнувшись на вопрос, он будет молчать, как партизан. Правда, мужчина? Да? Поэтому это тоже функции контроля, о которых мы говорим по отношению мужчине и женщине. Но еще мужчины не выносят голода. И особенно вопросов натощак. Поэтому если хотите что-то реально узнать, накормите, сядьте, поговорите ласково, приласкайте его и узнаете все, что вам надо знать. Что же надо женщинам? Женщинам надо тоже немного. Во-первых, нужно понять, что они видят, слышат и понимают по-другому. Что они видят все не так, как видят мужчины. Мужчины видят все далеко и в перспективе. Женщины видят все крупным планом. Скажите мужчины, вы встречали женщин, которые умеют делать из мухи слона? Честно, вот поднимите, мужчины, руки, кто видел такую женщину, которую умеют сделать из мухи слона? Только один мужчина видел такую? Ага, три мужчины, ага. Все-таки есть такие мужчины, которые видели женщин, которые могут сделать из мухи слона. Ну, мало, я думала, больше будет мужчин, которые видели таких женщин. Это говорит о том, что настоящие женщины вырождаются. Потому что настоящая женщина в чистом виде может сделать из мухи слона. Это, в общем-то, ее природное качество. Потому что она его не делает, она его видит на самом деле. Потому что она видит слона там, где мужчина его не замечает, он видит только муху. Она это видит реально, и нужно понять, что это ее реальный взгляд на ту же ситуацию, которая для него в перспективе и где-то отдаленно. Но нам бы сесть рядышком, посидеть и посмотреть, как это выглядит вдалеке и как это выглядит близко. Вместо этого начинаются споры. Ты не прав, ты не права, ты дурак, ты дура. Ну и дальше полный набор слов, который характерен для данной семьи. Потом женщине нужно всегда, потому что иногда они прикладывают невероятные усилия. Мужчинам кажется, что этого вовсе делать не нужно, и не нужно прикладывать таких усилий. И они говорят, остановись, прекрати это делать, потому что он же видит перспективу, он же не видит то, что видит она. А ей хочется это доделать. Как ее можно остановить? Да похвалите ее. Собственно, она это делает только в ожидании похвалы. Оцените ее усилия, оцените ее усилия гигантские на производство чего-нибудь ненужного. И она остановится. Если она от этого не остановилась. Если она не остановилась от оценки ее усилий, тогда можно переходить к следующему шагу. Ну вот я называю эти шаги ППП. Пожалей, поцелуй, погладь. Вот первый шаг. Пожалей, это значит оцени ее усилия. Как тебе было трудно, милая? Вот ты еще не доделала? Я понимаю, как тебе это трудно. Я тебе так сочувствую. Может быть, тебе помочь? А вот следующий шаг, если первый шаг не помог, тогда поцелуй. Но не так буквально, потому что не в каждом состоянии женщину можно поцеловать. Мужчины и женщины об этом прекрасно знают. А поцелуй – это скорее касание. В чем нуждается вообще в касании каждый человек? И в особенности женщины, и дети, и подростки. Они очень нуждаются в касании. То есть поцелуй – это как бы символ касания. Коснуться можно ладонью. Можно коснуться тыльной стороны ладони. Можно коснуться плеча. Можно погладить по голове. Но это уже опасно. Ну, не во всех ситуациях это можно. Но, например, просто коснуться. Вы знаете, попробуйте дома передать информацию просто касанием руки. Можно сказать, ты не прав. Можно сказать, я тобой восхищаюсь. Можно сказать, ну остановись. Дети тоже понимают хорошо этот язык. У нас еще есть форма касания. Это касание взглядом. Если влюбленные еще смотрят друг на друга, то в супружестве, ну вот кто живет уже там больше 10 лет в супружестве, честно вспомните, когда вы последний раз смотрели в глаза друг другу. Не в затылок, не на костюм, хорошо ли сидит, не на что-нибудь еще, не на кошелек, а именно в глаза. Потому что глазами можно сказать очень много. И вот остановить женщину можно взглядом. Но взглядом каким? Восхищенным, ребята, мужчины. Остановить можно восхищенным взглядом. Продолжить ситуацию можно, конечно, недовольным взглядом. И она это почувствует. Вообще, даже если со стороны вы на нее посмотрите недовольным взглядом, она это почувствует и будет продолжать. Ну и третий шаг – погладь. Тут погладь – это опять же восхищение. Но восхищение уже какими-то качествами, присущими только этой женщине. Умница, красавица. Но по-своему умница, красавица. Потому что если просто сказать умница, красавица, это обобщенно. Найти что-нибудь в ней. Вот это уже искусство. То есть третий шаг – он уже требует мужчину творческого, чтобы он нашел что-то уникальное в своей жене. И она наверняка знает эту свою уникальность. А если вдруг откроет, то тоже ей будет приятно. И все. Значит, так можно остановить любую бурю. Собственно, женщине нужно вот это трипы – пожалей, поцелуй и погладь. Правда, подруги? И все скандалы, которые мы устраиваем, иногда бывает, наверное. Иногда бывают молчаливые скандалы, неважно какие. Они именно ожидают того, что кто-то сделает хотя бы один из этих шагов. И любой из этих шагов может женщину остановить. Ну и еще одно свойство женщины – это отрицание. Нормальная женщина на любое предложение вначале скажет «нет». Это нормально. Или выдвинет какую-нибудь противоположную гипотезу. Если мужчина не знает этого, он начнет спорить, доказывать что-то, требовать. Надо просто подождать. Просто подождать. Со второго раза она может сказать «да», а может и не сказать. То есть вот это ее «нет». Иногда она жалеет о том, что она сказала «нет». Она потом долго и горько сожалеет, что сказала. Но она не может ничего с собой делать. Сначала говорит ее природа, потом ее ум. Особенно, если мужчина собирается делать предложение. И многие мужчины, сделав предложение один раз и получив отказ, говорят «она мне отказала». Извините меня. Значит, это женщина. Нормально, что она отказала. Нужно выждать время, ситуацию. Попробовать еще раз. То есть, если это та ситуация, которая действительно должна завершиться свадьбой, она и завершится. Если нет, то нет. Собственно, вот основные такие черты, отличия и, соответственно, наши реакции на мужское и женское поведение. Для того, чтобы мы могли найти вот эту гармонию, с которой мы начали. Вот эти семь оттенков любви. Ну и, наверное, сейчас я завершу эту тему, но только я бы хотела ее завершить. Давайте заглянем в Евангелие от Иоанна. Это конец, буквально последний раздел Евангелия от Иоанна. Разговор его с Петром. Помните, что Иисус три раза спрашивал Петра, любишь ли ты меня? Да? И Петр три раза отвечал, но помните, что он отвечал с недоумением. То есть, он не мог понять, почему Иисус три раза спрашивает. Я, когда читала вот это только по-русски, я тоже не могла понять. Хотя там есть, вот потом я уже зацепилась за эту идею. Иисус-то спрашивал по-разному. А потом, когда я вот прочитала это по-польски, я вам говорила, что в польском языке есть три слова для обозначения любви, разного уровня любви. И первый раз Иисус спрашивал на высшем уровне. То есть, если мы вспомним Агапы, то он говорил именно... А, кстати, в греческом тексте используются именно Агапы. И Иисус говорил именно об этой любви. А в русском тексте это «любишь ли ты меня сильнее, нежели они?». То есть, все равно он какую-то превосходную степень вводил. Петр просто говорит «люблю». Если в греческом варианте, то он отвечал это словом «филия». Если в польском – «кохом». То есть, там есть вот тоже «меловач-кохач». Ну, Иисус тогда спустился немножко пониже. И вот в русском языке он уже исключил больше, чем они. Он уже спустился на ступенечку ниже. Петр опять говорит «кохом». И потом в третий раз уже Иисус спросил его на том уровне, на котором он отвечаешь. То есть, «филия» – «филия». Если в греческом, если в польском, то «кохаш ты мне кохом». Только в третий раз Петр ответил... Вернее, Иисус спросил его на том языке, на котором Петр может ответить. В семье, особенно вот сейчас, у нас многие семьи переходят к жизни с Богом по-разному. Один член семьи уже в церкви, другого члена семьи. Значит, тот, кто в церкви тащит за уши. «Иди к Богу, там так хорошо! Поднимайся!» Кто-нибудь вообще вот так вот насильно пойдет? Кого-нибудь из вас насильно привели вообще в церковь? Каждый пришел добровольно, потому что насилие здесь абсолютно недопустимо. И что нам показал Иисус вот в отношениях любви? Мне кажется, что здесь вот очень хорошо показано отношение любви. Он спускался все ниже и ниже. Он не тащил его за собой. «Петр, ты что, не знаешь, что такое агапы? Ты не знаешь, что значит вот любить так вот по-настоящему больше, чем всех?» Нет, он спустился пониже, спросил на другом уровне. Его опять не поняли, он спустился еще ниже. И вот это то, что очень нужно нам во взаимоотношениях в семье. Не подтаскивать за собой кого-то, а спускаться. Если мы хотим что-то объяснить ребенку, можно сесть на корточки, поиграть с ним в его машинке покатать и что-то ему рассказать там, на его уровне, на его языке. Если мы что-то хотим объяснить и привести человека туда, куда мы идем, мы сначала спускаемся к нему и только потом идем вместе. Спуститься и идти вместе. Ну и еще один пример взаимоотношений. Я думаю, что это очень хороший библейский пример взаимоотношений в семье. Еще один пример, который я тоже очень люблю, это когда Иисус уже после своего воскресения по дороге в Имаус встретил своих учеников. И они обсуждали, рассуждали о тех событиях, которые произошли в Иерусалиме. Естественно, что они рассуждали на своем уровне. Иисус мог сказать, как? Вы не знаете, что? Разве я с вами не ходил три года и не говорил вам, что со мной должно произойти? Вот не поняли ничего. Нет, он просто молча пошел рядом. Он присоединился к ним и пошел рядом. До тех пор, пока они его сами не узнали. И вот иногда нам тоже нужно присоединиться и пойти рядом. Иногда даже пойти, может быть, совсем вниз, совсем на дно. Но если мы идем туда с Богом, мы не утонем. Он нас вытащит. И вот это то, что я бы хотела сказать об отношениях в семье, об отношениях мужчины и женщины. Сейчас Мила скажет свое слово, а потом, если будет время, будут вопросы. Спасибо. Меня зовут Людмила или Мила, как хотите. Я просто обыкновенный врач-акширгинеколог, без всяких заслуг, наград, степеней, обычный практик. И мы с Галей работаем в команде уже несколько лет вместе. Она сказала, будет время. Мы сомневаемся, что время будет на ответы на ваши вопросы. Нам бы очень хотелось, чтобы вопросы у вас появились, и они должны сегодня появиться. И очень хотелось бы, чтобы вы узнали, где можно на них получить ответы. Вот, собственно, моя, так сказать, задача сейчас – вас ужасно заинтересовать. И чтобы вы захотели что-нибудь новенькое для себя узнать. И мы когда обсуждали, мы всегда идем в аудиторию без всяких планов и задумок. Вот эти объявления, которые вы вывешиваете, мы читаем накануне выступлений, прямо вот перед самым. Вчера Галя узнала с удовольствием, что это была постель. Сегодня, что это мужчина и женщина. Обзывать это можно как угодно, но в любом случае мы всегда стараемся исходить из ваших интересов. Вот мы сейчас находились достаточно на высоком уровне, и немножко опустимся чуть-чуть пониже, все-таки ближе к физической стороне наших отношений, нашей жизни. И она тоже очень большого внимания заслуживает и требует тоже больших знаний и большой подготовки. И здесь мы обсуждали, каким образом строить сегодняшний план общения, потому что у нас есть горькие кусочки, у нас есть сладкие кусочки, и есть мало-мальски вкусные кусочки. Поэтому я вам сейчас дам горькую пилюлю покушать и закончу чем-нибудь сладеньким. Времени всего полчаса осталось. Значит, самая горькая пилюля, которая существует в отношениях между мужчиной и женщиной в современном мире, это, конечно, контрацепция. И очень хотелось бы, чтобы вы понимали это не в том объеме, в котором это дают средства массовой информации, а желательно в более объеме таком, который подсказывает разум и который подсказывает современная наука. Правда, это скрывается от вас и от нас тоже, от медиков. Значит, я бы хотела, чтобы вы задумались о слове самом, потому что все, сначала было слово, а потом дело. Слово «контрацепция» состоит из двух частей. «Контра» – это отрицание, «ацепция» – на самом деле вообще такого слова нет, это русский аналог нормального слова «антиконцепция». То есть это против идеи. Концепция – это идея, замысел, зачатие или против зачатия. И вот здесь вот обман большой заложен в этом термине, потому что все, что нам рекламирует мир, все, что нам рекламирует медицина и люди, которые производят контрацептивы, они нас уверяют в том, что это контрацептивы, антиконцепция. И мы верим им. Но на самом деле это ложь огромнейшая, потому что подразумевается в слове, что мы вам дадим средства, способ или возможности, при помощи которых вы не получите незапланированного зачатия. Правильно? Я вам скажу, что единственная контрацепция или антиконцепция – это полное воздержание. Больше нет. На самом деле больше нет. Но для того, чтобы все-таки смирить вас с тем, что нам дает мир, я вам расскажу о том, что существует так называемая классификация. То, что нам преподносят как контрацепцию, на самом деле это два вида способов или средств, которые предотвращают незапланированное зачатие. Первое – это истинная контрацепция. И второе – это то, что связано с тем, что мы убиваем зачатую жизнь. Так вот, истинная контрацепция, я уже сказала, только воздержание. Но мир нам дает еще две или три возможности. Но первое – это стерилизация. То есть когда механическим путем лишают возможность женщине и мужчине соединять свои клеточки, которые переносят жизнь. Но это или перевязка семенных канатиков у мужчин, или перевязка маточных труб у женщин. Не люблю я эти операции, никому не рекомендую. Считаю, что это насилие над человеческим телом. Отрицаем это. Ну, нам, конечно, контрацептологи скажут, дорабатывайте, ребята, пожалуйста, мы вам даем еще механические средства и химические средства. Механические средства, которые механическим путем предотвращают возможность встречи этих двух клеточек. И химическим путем, когда мы убиваем. Да? Что можно химическим путем убить при встрече мужчины и женщины? Только мужские клетки. И вам говорят, мы сейчас вот из этого огнетушителя все вот погасим, и не волнуйтесь, ваша близость не приведет к зачатию. И в этом тоже заложена большая ложь, потому что все химические средства, наверное, читали вы книжки о Первой мировой войне, когда немцы изобрели средства химического, химическое оружие, которым они пытались воевать. Да, но ветер подул не в ту сторону, все немцы надышались, и все прекратилось. Вот здесь тоже не в ту сторону можно. Но самое-то главное, что, товарищи, клеточек, передающих жизнь, мужских клеточек попадает в женский организм при каждой близости сотни миллионов. И ни с какого огнетушителя, никакой иприт их не возьмет. Никакие пасты химические, никакие средства, которые вам рекомендуют контрацептологи, не дают здесь эффекта. Потому что, ну, погибнет там 200 тысяч. У нас был один мужчина, который с ужасом для себя узнал впервые в жизни, что, оказывается, зачатие возможно только с одним сперматозоидом. А у него в анализе было четыре. Он родил четырех детей и сказал, ну, может быть, у меня еще один найдется. Понимаете? То есть, действительно, нужна всего одна клетка. Поэтому химические средства на самом деле малоэффективны. Но они могут привести к другому, что все-таки какой-нибудь потерявший пол хвоста сперматозоид доберется до этой ждущей его яйцеклетки и произойдет зачатие. Но ребенок, уже сами понимаете, вряд ли будет очень здоровым. Поэтому отвергаем. Хорошо, говорит мир нам, контрацептологов. Но давайте мы вам дадим механическое средство, при помощи которого мы просто прекратим доступ. И, конечно же, это презерватив. Но опять вам дают ложные сведения, потому что презерватив – это не броня, это не из титана, и это даже не из алюминия. А это вообще что-то такое тянущееся, из латекса, природного материала, который растягивается только потому, что в нем есть, извините меня, дырки, которые называются поры. И если бы у нас была возможность сейчас показать вам картинку, но мы не совсем готовы были к такому, к такой хорошей аудитории и к таким возможностям, то я бы вам показала, что в каждом презервативе средстве, сделанном из латекса, существуют поры, которые имеют диаметр примерно 5 микрон, что в переводе на наш язык, представьте себе, 5 сантиметров дырка. А диаметр головки сперматозода 3,5 микрона или 3,5 сантиметра. Значит, как бы он там не рыскал, а его сзади еще сколько миллионов товарищей подталкивают, да, он все равно найдет эту дырочку. И значит, вам этот презерватив не помощник. Но тогда вы вспоминаете о том, что нам же говорили, что это еще и против инфекции. Значит, товарищи, вирус в 50 раз меньше головки сперматозода. Его и не видно даже. То есть в эту дырку, в пору презерватива проскочит штук 100 этих вирусов. Того же спида, гепатита, там, вирус папиллома человека, ну, самые страшные звери, которые сейчас водятся у нас. Поэтому это не средство защиты. Нет какой инфекции, ни от каких вирусов и ни от каких сперматозавров. Я их так очень люблю называть ласково. Следовательно, презерватив мы отвергаем. Мы говорили о моральной стороне этого вопроса, что это очень заставляет мужчину переставать быть мужчиной, потому что это постоянный контроль. Это нарушает интимность отношений наших супружеских и плюс не дает эффекта, которые нам обещают. Спрашивайте, зачем нам это? И вот поверьте мне, что только эти средства, которые мы сейчас о которых поговорили, возможно, каким-то образом контрацептологи еще могут считать, ну, допустимыми, скажем так, с точки зрения морали. Все остальное недопустимо. Остальное – это контрацептивы гормональные. Вот поднимите руки, кто из вас знает гормональные контрацептивы для мужчин? Никто, потому что их нет. Потому что если мужчине дать гормональный контрацептив, он умрет на завтрашний день. А женщины более выносливые. Они годами принимают эти жуткие таблетки и сохраняют еще внешнюю привлекательность. Но тут уже меньше, чем 3 килограмма штукатурки не обойдешься. Это нужно уже призывать всю медицину на помощь. Потому что внутри она уже пустыня, эта женщина. Внутри она уже абсолютно нездоровый человек. Потому что гормональные контрацептивы убивают все ее женские гормоны, которые она должна сама вырабатывать. Но самое ужасное, что поскольку это так, медики же тоже не враги. Они понимают, что если женщина при помощи этих контрацептивов теряет полностью здоровье, а таких случаев было масса в начальной стадии применения контрацепции гормональной, когда женщины умирали, теряли зрение, теряли слух, получали инсульты, инфаркты и так далее, и пошли судебные иски, кстати, в Америке их было очень много, то врачи вынуждены были уменьшать дозу гормонов. И доуменьшались до такого состояния, что действительно сейчас они очень мало содержат гормонов, эти таблетки. И зачатие происходит. Яйцеклетка рождается, сперматозоид к ней приходит, они встречаются, соединяются, ребенок у нас получается. И потом он пять дней путешествует туда, где он будет расти, в сторону матки. Но когда он туда приходит, там уже выжженная пустыня, там невозможно жить. И он погибает. Женщина благополучно получает очередную менструацию и думает, что все хорошо. А на самом деле это выкидыш. И, следовательно, женщина, которая применяет гормональные контрацептивы, так потенциально примерно 5-7, а то и 10 детей в год теряет. Натуральным образом, вот посчитайте, если кто-то из вас слышал или видел, или знает своих друзей, знакомых и подруг, которые применяют подобные средства, посчитайте, сколько они детей уже потеряли. Это очень большая гормональная нагрузка на женский организм, это потеря здоровья, это в будущем большие проблемы у женщины и у этой семьи. Я не говорю о других аспектах, потому что их очень много. То есть то, что касается гормональной контрацепции. Ну и самая большая ошибка контрацептологов, когда ничего не помогло, значит, зачатие произошло, и супружеская пара приходит с возмущением. Вы нам рекомендовали, мы по вашей рекомендации использовали. Это же теперь врачам отдано, так сказать, на откуп, чтобы врачи назначали, и врачи потом ликвидировали ошибки. Говорят, а теперь нам делайте аборт, мы не ожидали эту беременность. И вообще на ваших таблетках мы, может быть, там какого-нибудь урода зачали. И тогда дальше происходит уже официально узаконенное убийство. Вот вам все средства. Я вам еще раз не рассказала еще об одном средстве, которое называется внутриматочная вкладка, которое тоже декламируется как хорошее средство, противозачаточное, не дающее никаких результатов отрицательных и так далее, и так далее. Но это стопроцентно абортивное средство, потому что внутриматочная вкладка находится не там, где происходит зачатие, а совсем в другом месте. Зачатие происходит в маточной трубе. А потом, когда ребенок приходит в матку, там уже, извините, находится монстр, с которым рядом жить невозможно. И происходит, опять происходит в очередной раз выкидыш. Вот это та страшилка, которую я вам должна была рассказать, потому что вы должны знать истину. А дальше сами думайте о том, что из этого, из того, что нам дает контрацептивный мир, правда, что неправда, что на грани правды, решайте для себя сами, применять, не применять, пользоваться или не пользоваться. И мы с вами пришли к ужасному выводу, что оказывается, каждая близость супружеская может привести к зачатию, но мы не можем каждый год рожать по ребенку, потому что женщина вынашивает 9 месяцев. Через 21 день после родов она имеет полную возможность зачать следующего ребенка, если у нее будет близость с супругом. Значит, мы будем рожать каждый год по ребенку. Через 16 лет у нас будет 16 детей, через 17. Просто я, знаете, я видела один сюжет в России, когда, ну, это был такой сюжет, его показывали по всем каналам телевидения, с гордостью показывали матушку, которая находится 23 года в декретном отпуске, у которой 16 детей, и гордого батюшку с бородой, который страшно гордится этим событием. Но я считаю, это у нас в России. Я считаю, что это просто, просто, ну, просто извращение. Потому что настолько не любить свою матушку и настолько не ценить ее здоровье и ее, так сказать, вообще ее саму, гордиться этим совершенно не нужно. Каждая женщина должна, родив ребенка, обязательно иметь возможность восстановиться после родов. Выкормить этого ребенка грудью хотя бы год, лучше полтора-два, да, и восстановить после этого свое здоровье перед зачатием следующего ребенка. Но вы мне скажете, хорошо, нам нельзя никакой контрацепции, нам запрещены аборты, мы сами не пойдем на это убийство. Что же нам делать? Будет такой вопрос? Вам интересно? Ну, у нас еще масса времени, целых 18 минут. А? А мы уезжаем в следующий город. У нас поезд. Значит, я вам это скажу очень, не слишком в больших деталях, но я хочу, чтобы вы поняли, что это возможно знать и можно этим пользоваться. И для этого у нас существуют некоторые контрольные вопросы. Сразу прошу тех, кто знает, не отвечать. Скажите мне, пожалуйста, сколько времени в менструальном цикле женщина может зачать ребенка? Дни, часов, недель, месяцев? Не стесняйтесь, выкрикивайте. Неделю еще. Восемь дней. Еще кто? Один день. Один день. Несколько часов. Несколько часов. Несколько часов. Действительно, несколько часов. Всего 12 часов. В менструальном цикле у женщины появляется возможность зачать ребенка. Потому что яйцеклетка рождается только один раз в менструальном цикле. При этом не в каждом цикле. Поэтому даже не в каждом цикле зачатие возможно. И это норма, это не патология. И яйцеклетка живет всего сутки и может быть оплодотворена только в течение 12 часов. Но рождается она у каждой женщины в разный день цикла. Вот в чем вся история. И поэтому все возможные там рекомендации на такой-то день, на такой-то день, они не имеют никакого смысла, потому что это у каждой женщины по-своему и в каждом цикле по-разному. Но существуют совершенно определенные признаки, за которыми легко вести наблюдение. И по которым вы можете точно знать, на какой день в данном конкретном цикле у меня родится яйцеклетка. И потом вы можете точно узнать, в какой день цикла она родилась и в какой день цикла она была оплодотворена, если вы к этому стремились, или погибла, если вы к этому не стремились. И вы имеете полное право это знать и уметь за этим вести наблюдение. Вот то, что мы сейчас сказали, несколько часов в цикле, называется женская плодность. То есть возможность женщины к зачатию. А скажите мне теперь про мужчин. Сколько времени мужчина способен к зачатию? Мужчины, скажите. Круглосуточно. 31 день в месяц. А если 29 дней в месяц? Значит, мужчина способен к зачатию действительно в течение всей своей жизни от момента полового созревания. До самого смертного одра. Вот ему завтра исполнится 102 года, он сегодня может зачать ребенка. У вас вопрос? Или просто восторг такой? И вот смотрите, у нас мы получаем мужчину, который может всегда, как тот мальчик 16-летний, женщину, которая может только 12 часов, и то не в каждом цикле. И у нас есть такое понятие. Женская плодность – очень коротенький промежуток времени. Мужская плодность – очень длинный промежуток времени. Но есть еще супружеская плодность, взаимная плодность, когда супружеская пара имеет… Сколько дней в цикле имеет супружеская пара возможность зачать? Построю вопрос по-другому. Сколько дней в менструальном цикле близость между мужчиной и женщиной, между мужем и женой может привести к зачатию? Это знаете, от чего зависит? От срока жизни мужских клеток в женском организме. Вот вы мне скажите тогда на один вопрос ответьте. Сколько времени живут мужские клетки в мужском организме? От рождения до смерти? Ну не буду вас мучить. Четыре месяца. Вот сперматозоид родился, сначала пошел в ясли, потом в детский сад, потом в школу, потом в ПТУ, потом в университет, потом состарился, потом умер. Вот это все четыре месяца проходит. Но это в мужском организме. А в женском организме зависит опять-таки от ее цикла, от фазы ее цикла, от ее дней. Если это неблагоприятные дни, два-три часа. Если это благоприятные дни, максимум до пяти, ну семь дней, это после очень длительного воздержания. Вот вам супружеская плодность. Да? Самое большое, это семь дней жизни сперматозоида и самое большое, сутки жизни яйцеклетки. Вот вам, вот кто-то говорил, восемь дней, вот это из этого складывается. И каждая супружеская пара имеет полное право уметь отслеживать эти свои дни. Скажите мне, пожалуйста, если вы откладываете зачатие, надо ли вам ежедневно, каждый раз при близости, использовать какие-то средства откладывания зачатия? Если вы точно знаете, что это возможно, только вот в эти дни цикла. Как узнать? У нас осталось еще целых 13 минут. Значит, имеет право каждая супружеская пара это знать и уметь пользоваться этим. То есть, если вы откладываете зачатие, то в те дни, в которые близость может привести к зачатию, вы просто не встречаетесь. Это период вашего воздержания. Это период вашего ухаживания друг за другом. Вспомните, как вы были женихом и невестой, как вы приносили букеты, как вы приносили конфеты, как вы зажигали свечи, да, и как вы касались только друг друга взглядом или рукой, или даже, может быть, поцелуем. И у вас будут периоды, когда вы можете приступить к медовому месяцу, который может длиться неделю, две, или там в зависимости от ваших индивидуальных циклов менструальных у женщины. То есть супружеские пары, которые пользуются вот таким способом жизни, это не метод какого-то там регуляции отношений, нет, это способ жизни. Вот если вы хотите этим способом овладеть, то вы имеете полное на это право и возможности. У вас в Риге, в вашей стране, есть уже готовые, подготовленные нами учителя, которые овладели полностью такой методикой преподавания и могут каждого желающего этому научить. Мы очень хотели бы, чтобы каждый желающий мог тут же набрать любой номер телефона или войти в сайт и найти себе учителя. И я думаю, что мы к этому скоро придем. На сегодняшний день, вот мы вчера принимали экзамен, у нас четыре готовых уже учителя. У вас есть инструктор, вот Диана, которую вам всем показали. Запомните ее хорошенько и разбирайте ее на кусочки. Она вам даст координаты ваших учителей, которые смогут вас этому научить. Процесс обучения очень трудный и долгий. Он занимает приблизительно три менструальных цикла. Поэтому за оставшиеся 11 минут мы не успеем. Но уверяю вас, что это очень несложно. Это очень немного занимает времени. Это не стоит никаких денег. И каждая супружеская пара, каждая женщина, и каждый мужчина, имеет полную возможность этому научиться. На наших курсах бывают иногда мужчины, юноши, которые еще даже не знают свою невесту, они только ожидают ее. У нас есть супружеские пары, которые живут уже 20 лет в браке и наконец узнают, что оказывается можно жить по-другому. У нас бывают новобрачные, которые только готовятся к венчанию. У нас бывают девушки, которые тоже еще не знают своего будущего мужа и своего жениха. это неважно, когда созреет организм, созреет душа для того, чтобы узнать что-то новое. Неважно, еще раз повторяю, бывают бабушки, которые учатся для того, чтобы внучку научить, бывают, а потом рожают, кстати, детей успешно. Вот, то есть люди любых возрастов и любого социального положения. Независимо от веры, независимо от вашего отношения к науке или к духовной практике. Вы имеете полное право и возможности вот этим пользоваться. Вот это то минимальное, что я хотела вам сказать. И у нас еще осталось целых 10 минут на то, чтобы ответить на ваши вопросы, потому что я уверена, что они должны были появиться и ко мне, и к галине. Да? Не стесняйтесь, пожалуйста. Потому что тема неисчерпаемая, можно говорить о ней очень долго. Я знаю, что здесь много людей, которые наверняка интересуются какими-то и духовными, и психологическими вопросами, и чисто акушерскими, на которые мы можем отвечать. Но не стесняйтесь, спрашивайте. Хотела спросить, а что вы скажете, например, что когда контрацептики пользуются, врачи никогда не говорят, женщины не считают, что контрацептики приводят к раку? Ну, дело все в том, да, последствия, приводящие к онкологии, применение контрацепции, то только в том заключается, что мы, применяя какие-либо контрацептивы, но в основном гормональные, мы уничтожаем функцию собственных гормонопродуцирующих желез. А когда мы что-то у себя уничтожаем, то оно зря так и не проходит, да, естественно, если человек долго курит, у него может быть рак легких, да, если женщина принимает контрацептивы, которые уничтожают функцию яичников, у нее может быть рак яичников, или матки, там, или еще чего-то, то же самое можно сказать про алкоголиков, у них печенка страдает, ну и так далее, да, то же самое и здесь, но, к сожалению, наши врачи этой информацией не очень владеют, потому что, знаете, кто учит врачей, кто платит за обучение медиков во всем мире? Контрацептологи. И им не интересно, чтобы врач знал истину, поэтому она сокрыта, врач в течение всего процесса обучения получает только позитивную информацию, что контрацептивы полезны, они защищают от незапланированных беременностей, они снижают количество населения, нас так много, что вообще скоро есть будет нечего, а у кричин на просторах Латвии или России и не докричишься следующего человека, это штука в мегаполисах нас полно, да, а выйди там за околицу и никого не поймаешь, точно так же во всем мире, хотя Бог создал так, что нам всем хватит и еды, и воды, и всего на этой земле, только умей это дело взять, но не уничтожать, мы, к сожалению, это разучились делать, вот почему наши врачи нам рекомендуют то, что нам во вред, они не виноваты, они жертвы тоже, не ругайте пианиста, он играет как умеет, я вас слушаю. Пожалуйста, слушайте, чем можно помочь в моей случае именно в этой ситуации, что она гормоли принимала, когда-то, потом унистили, что врач идти назначил, ну, когда она жила, спозит, а теперь у нее четыре раза операция кисты сделать, чем это остановить? Вот это остановить только самоисследованием, самопознанием, понимаете, в чем дело, если я беру под контроль собственной коры головного мозга какой-либо процесс в своем организме, он исправляется, просто потому, что я начала об этом думать, и я что-то об этом узнала, если я пришла к белому халату и сказала белому халату, лечи меня, и, как правило, врач 100 говорит, я тебя вылечу, ребята, бегите от него подальше, если врач вам такое сказал, врач не может вылечить, врач может вам помочь самому справиться со своим заболеванием, вот если врач вам скажет, я тебя не лечу, я тебе помогаю пройти этот путь выздоровления, это может быть священник, это может быть консультант, который владеет данными знаниями, это может быть хороший врач, акушер-гинеколог, они есть, только их очень мало, но самое главное, ищите информацию, ее очень много, есть специальные сайты, можете вот сразу записать себе сайт, русскими буквами, епс-метод.ру, это как раз наш сайт, на котором выложена вся информация, е, е, естественное планирование семьи, епс, это латинскими, да, Галь? Латинскими буквами, епс, обычная черточка, не нижняя, обычная черточка, метод.ру, латинскими, латинскими, я не правильно сказала, не русскими, латинскими, на латинице, там выложены все эти знания, вы можете там ознакомиться, но желательно найти себе конкретного учителя, который проведет вас между Сциллой и Харибдой незнания, и то же самое вот вашей дочери, потому что метод.ру, да, вы найдете это, у нас есть еще сайты, да, я вас слушаю. Скажите, у женщины самое благоприятное время зачатия? Самое благоприятное время зачатия это два дня до рождения яйцеклетки. А еще такой вопрос, почему вот в среде гинекологи, когда беременная женщина, приходит, спрашивает, будем оставлять или, ну, а может, это на данный деле... А потому что, представляете, приходит к вам на прием женщина, вы кем работаете? Я? Ну, бизнесом занимал. Бизнесом занимаетесь. У вас есть такие виды деятельности, которые могут привести к краху вашего бизнеса, могут ухудшить ситуацию, могут? Да, и вы стараетесь их избегать. Беременная женщина – это такая головная боль для врача. Это же 9 месяцев за нее бояться, и за ее ребенка. Не дай бог с ними что-то произойдет, а потом мне по шее настучат мои руководители. Лучше избавиться, конечно. Все просто. Все равно. Это какая-то... Конечно, я вам утрирую. Конечно, я вам утрирую. Но настолько вот у нас переставлено все с ног на голову в медицине и в здравоохранении, что действительно этот вопрос, он обоснован именно тем, что когда появляется женщина на пороге, как бы мне от нее скорее избавиться? Или вылечить, или прервать процесс, который в ней начался. Дело в том, что я думаю, возможно ли что-то менять в этом... Возможно, возможно менять. Менять должны сами пациенты. Врача, который вам задал такой вопрос, нужно судить. Нужно подавать на него в суд. И я вас уверяю, что было бы у вас 3, 4, 5 процессов судебных, после того, что меня и моего ребенка оскорбили, врач оскорбил меня и моего ребенка. Вот таким вопросом. Я вас уверяю, что они бы закрыли свой рот и никогда больше эту фразу не говорили. Воспитывать врачей будет пациент. Если вы будете ножки кверху, лапки вот так повесили, врач умный, я дурак, никогда ничего хорошего не будет. Я думаю, это надо делать тоже на государственном уровне, законодательном. Опять вы на кого-то перекладываете. Господа мои хорошие, боритесь сами за свои права и интересы. Совет хороший, принимайте. Вот Бог должен за меня все решить. Государство должно, депутаты, ничего они не будут решать. Ребята, ну врачи такие же живые люди, как и вы. Они имеют право на ошибку. Они имеют право на троечничество. Они, может, тройки получали в институте и пришли вас потом лечить. Согласитесь, что они не боги, да? Я думаю, что ультразвуковое исследование ребенка, да? Вы знаете, что это спорный вопрос. Очень много доказательств того, что это очень вредно влияет на ребенка. Дети очень этого не любят, особенно в раннем сроке беременности. Я начинала, когда свою работу не было, этого способа исследования успешно мы работали. Кстати, успешнее, чем сейчас. Сейчас этот метод наблюдения появился, и он дает очень много отрицательных тоже результатов. Не все знания нужны, да? Горе от ума бывает иногда и очень часто. То есть не обязательно нам всегда все знать про ребенка, это тайна. Это вот та самая тайна, которую мы обнажили до предела. Мое личное мнение, я сейчас в разрез врачебному говорю, мое личное мнение, что такие знания не всегда нужны. Хороший врач видит без всякого сканера все насквозь. И эта информация зачастую вредит нашим мозгам. Потому что если мне говорят, что у твоего ребенка может быть что-то не так, и я хожу с этим 9 месяцев, надо ли мне это было. Я против. По климаксу может произойти то, что произошло с Адой? Конечно, может. Климакс – это растяженный промежуток времени, он длится не менее трех лет. Поэтому зачатие возможно. И поэтому мы предлагаем нашим женщинам, которые пользуются методикой наблюдения, как мы обучаем, наблюдать за собой не менее чем 3 года после последней менструации. Только после этого вы можете для себя понять, что вы уже не плодны, но не бывает полного бесплодия, да? Не бывает полного бесплодия. Если вам Бог даст ребенка в 90 лет, примите его. И никому не верьте, что бывают старые первородящие. Первородящие и последнеродящие – они всегда молодые. Женщин старых не бывает. Женщины бывают молодые и очень молодые. Некрасивых женщин не бывает. Женщины красивые и очень красивые. Один мой знакомый говорил, некрасивых женщин не бывает. Бывает мало водки. Да, я слушаю ваш вопрос. Ой, тихонечко, а то я не услышу. Сейчас, сейчас, вот там сзади девочка. Сейчас, сейчас, микрофон ей даду. Сейчас, сейчас, я не слышу. А, пожалуйста, мне интересует, это, то есть, не связано с циклами, да? То есть, если женщина, как бы, не меряется цикл год, два, три, ну, то, что кормит первого ребенка, какого-то второго. То есть, это можно наблюдать и установить, возможно, это беременность или нет. Да, да, это не зависит от вашего состояния. После родов, в преклимактерическом состоянии, у девушек, у которых очень часто бывают циклы без рождения яйцеклетки, нерегулярные циклы. У женщин уже в плодном возрасте, когда вроде бы все с виду регулярно, на самом деле не каждый цикл рождается яйцеклетка. Вы будете каждый день знать свои возможности. Еще какой был вопрос? Ну, миленькие мои, я вам говорю, что это предмет обсуждения трехмесячного обучения. Я вам сказала, я вам, вот координаты сидит, один координат, вот здесь вот Диана ваша, Санько, она вам даст все. А, вот, вот у вас есть собственный человек, Инта, она проходила наши курсы. И она, мы заставим ее пройти все этапы. Мы обязательно заставим ее пройти все этапы обучения, она будет дипломирована специалистом. Но уже сегодня она может вас консультировать по этим вопросам. И тут был еще один вопрос, который купить, да? Я вот спрашиваю, что у вас заставка невозможно, вот так присутствие, вот как в промежье вот делают детей, так как, нет, вот, они просто были на чаете, а они отвечают с собой детей по интересам, по чувственности. Вот, где такие, как сам? Мы узнаем об этом, я так думаю, лет через сто. Потому что сегодня самому старшему ребенку из пробирки 20-32 года. 30 лет. Единственное, что мы знаем, и очень надеемся, что так и будет продолжаться, что у них с зачатием проблемы. То есть сами они в последующем родить не могут естественным путем. Не знаю, как мужчины, но женщины почти точно. Но это насилие над природой, это не божественный промысел. Когда мы соединяем яйцеклетку со сперматозоидом, знаете, как происходит зачатие? Ребята, это такая красота. Яйцеклетка вплывает в маточную трубу, ее окружает несколько сотен сперматозоидов, и она выбирает одного достойного ее внимания. И только его впускает в себя. Приходит противный доктор в белом халате, берет эту несчастную яйцеклетку за хвост, помяв ей фату и прическу. Берет какого-то сперматозаврика хиленького, которого она бы близко к себе не подпустила, и запихивает в нее насильно. Ну что это за ребенок будет? И потом его помещают в эту пробирку, ждут, когда там начнется деление. Потом, я вам не буду все тонкости, там ужасов много, а мы сегодня на сладком хотели закончить. Давайте про экстракорпоральное оплодотворение сегодня не будем касаться темы. Это ужасно. Единственное, что я вам рекомендую, никогда никому не рекомендовать этот способ. У нас очень много рожденных детей, которые не имеют своих родителей. Подарите им счастье родительства, если у вас не получилось родить своих детей. Пожалуйста, подарите им счастье, чтобы у них была семья, чтобы у них были родные, близкие родители, которые будут их любить. Если у вас Бог не дает, как мы говорим, поиметь собственного ребенка, детей, которые ищут своих родителей, очень и очень много везде. Извините, я хотела спросить, вы сейчас вышли, ну, как назвать, на рынок или как? Китайские тампоны, да? Травяные. Ну, от всяких женских болезней, чистят хорошо. Как насчет этих... Ну, я думаю, что... Ну, я думаю, что... Ну, я думаю, что... Вы знаете, что я думаю, что... На дуплоку сказали, да? Вы знаете, что я думаю, что может в Китае это и хорошо, а у нас не обязательно. Знаете, что для того, чтобы у вас в этой сфере всегда было здоровье, и чтобы вы никогда ничего не опасались, у меня есть хороший стих. «Чтоб в счастье въехать на поезде скорым, живи с одним половым партнером». И тогда не будет инфекции. Спасибо большое вам за внимание. К сожалению, время очень сильно поджимает. У нас поезд через час уже буквально. Я очень рада, что мы попали к вам. Я очень рада, что вы получили некоторые ответы на ваши вопросы. Но я бы очень хотела, чтобы вы все заинтересовались этой проблемой, чтобы вы захотели узнать больше, и у вас есть для этого возможности. И даже вам подскажу способ, как это можно сделать. Вы сейчас не отпускаете Инту и Диану. Нет, Диану вы придется отпустить. Вы берете Инту за горло и пишете список всех желающих, кто хочет обучиться этому методу. А она пускай ищет вам учителей. С кем она сама не справится, она пригласит Диану и пригласит тех, кто у вас уже может этим заниматься. Кто из вас захочет, вы можете с Дианой связаться. У нас бывают здесь курсы обучения, когда мы учим учителей этих методов, этого способа жизни. И это все возможные достижения. Продолжение следует... Девчонки, не жаль, все консультации. Но лишь консультанты тут не было, но уже есть. У тоже недалдых информации. И от Латвия, с Володой, пара углуба метода. И, конечно, не боится, нет контрата с Инту, если вы хотите сделать курсу нашествую, что нашествую курсу, это было не 10 дней, это не только нашествую, а интересовать вас, но все курсы в сезоне, если вы хотите к нам заделать консультет, или пощи очень хорошо обрабатывать методы. Но это не обязанно. Вы можете идти индивидуально по Интесу, или почитать консультантам и обрабатывать. Я думаю, что это не латвийский, но это не так. Так как я оставлюсь с лапами, здесь есть маяслапы адреса и ЭПАСТ адреса. Спасибо огромное, Галина, Людмила. Это было у нас такое первое знакомство. Я думаю, очень интересно было, да? Кто-то для себя получил что-то. И я думаю, что это не последний раз. Знаете, это очень важная информация, нужная информация. Как Писание говорит, гибнет народ за недостатком ведения. И то есть то, чего мы не знаем, и оно приходит в нашу жизнь по незнанию, но это не освобождает нас от ответственности и от плачевных результатов. Поэтому огромнейшее вам спасибо. Я думаю, мы через Инту еще как бы, ну, свяжемся, да? И будем иметь отрекламируемое. Здесь уже, знаете, не столько людей будет, а полный зал. Вот. И с фильмом можно сделать. И все, чтобы, конечно, вас не ограничило время. Я думаю, что вопросы есть, знаете, и у людей такие, которые, ну, нельзя сейчас, может, вслух, да, задать. Поэтому хотелось бы, если бы мы согласовали время какое-то, и люди бы подготовили такие вопросы, которые они никогда в жизни бы никому не задали, но их это волнует. И это просто слава Божья, что есть на самом деле сестры во Христе, которые знают законы Божьи. И плюс еще, можно сказать, научно подкованные знают психологию и могут тебе истину показать. Вот даже касательно вот этих всех предохраняющих моментов, этих всех, как там, спиралей и прочее. Я помню еще в свои молодые годы, говорю, нет, врачи говорят, это ничего. А я знала, одна сестра верующая, она именно была гинекологом, и она учила свою дочь, она говорила, что это нет, это происходит зачатие, просто происходит убийство. Вот, поэтому этих вещей мы не знаем, и мы страдаем. И если смотреть даже духовные законы, я так думаю, что сегодня женщин сколько страдает раком. А это принцип Божий, взявший меч от меча и погибнешь. Если ты убиваешь, то ты будешь убит в конце концов. Это духовные уже законы. И поэтому огромнейшее вам спасибо. На самом деле, время так пролетело, и вообще такая подача мне понравилась, как Людмила так вроде, так началась, знаете, нерелигиозно, и так просто, ну спасибо вам огромное, спасибо. И Людмила, и Галина, это просто, я говорю, восторги, восторги. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, обязательно. И вы знаете, мы бы даже не хотели откладывать, потому что, ну, на самом деле, я думаю, много есть вопросов. Я просто почему говорю, я веду сама женские служения, ну, я как пастор, да, и есть вещи, которые задают вопросы, даже для меня самой интересно, задают вопросы, я могу, ну, где-то вычитать, где-то, а когда есть, ну, такое вот, на самом деле, люди, которые могут поделиться и показать эти вещи, это очень важно, очень важно. И мы не будем разрушены, не будем умирать от рака, мы не будем, знаете, терять детей, когда беременность замирает, как раз всё связано с этим. Это реальные вещи. Поэтому спасибо вам большое. Мы вас очень любим. Давайте ещё большие аплодисменты подарим. АПЛОДИСМЕНТЫ И у кого вопросы есть, вот Инта уже обучилась, я помню, она мне рассказывала про вас, и вы знаете, такие хорошие вещи, я аж загорелась. Поэтому я даже знаю, у нас есть молодые семьи, пары, я рассказывала, они говорят, а где можно этому обучиться? Вот вы можете подойти. Я рекомендую. Инта прекрасно, блестяще сдала экзамен первой ступени. И на много вопросов, которые у вас остались, она может ответить, может быть, даже лучше, чем мы. Потому что Инта ещё имеет возможность видеть сверху. Мы видим снизу, а Инта видит сверху. Мы можем соединить эти взгляды. Поэтому мучайте её, задавайте ей вопросы. Спасибо.